Важнее, чем они, не может ничего. Помощь другим людям, это важно, но когда ты умираешь, когда ты знаешь о том, что тебе завтра умирать, ты не будешь думать о тех людях, о других людях, о тем, кому ты там таблетки не донёс, не дорассказал что-то, может быть, там на Россию не вышел на акцент, что вот что-то. Для меня важнее того качества, помощи, поддержки моей семьи и тех близких людей, которые меня окружают. Если я помогла своему ребёнку встать на ноги, если я помогла ребёнку почувствовать смысл и себя, вот для меня, как для женщины, это ценнее всего. И когда я буду умирать, я буду думать о том, что я оставляю своим детям, а не о том, что я оставляю миру. Может быть, да, я действительно много что оставлю миру, я хочу оставить свои наработки, свои книги, свои эмоции и чувства. Но, понимаешь, когда-нибудь ВИЧ-инфекции вообще не станет, вообще просто её не будет. И то, чем мы занимаемся, это уйдёт в некую историю. Историю о том, что, да, люди умирали, потому что они боялись... И вот была такая Светлана Изамбаева, которая рассказывала честно о том, как она живёт с ВИЧ-инфекцией. Но это уйдёт в историю. А то, что из поколения в поколение твои родные, твои близкие могут передать, это останется навсегда. Ну, я всё-таки настаиваю на своём. Но предположим, что ты доживёшь до 110 лет, да? Сейчас у нас дочке 11 лет. К этому времени у неё появятся свои дети, да? Да, я. И ты даже, 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 исходя из возраста дочки, исходя из твоего возраста, у её детей появятся свои дети. Ты дождёшься этого, да? А когда у их детей там, да, появится... Вот представь себе там, да, вот должны появиться дети, да? И ты про правнуков вот хочешь убить, очень хочешь, но чувствуешь, что ты умираешь. Вот, сожалеть будешь? Нет. Не будешь? Нет. Я буду уже видеть своих внуков, и у меня будет счастье на лице от того, что мои внуки уже имеют дальше рождение, и у них появляются дети. И я точно знаю, что они будут классные, замечательные. Поэтому я не буду сожалеть в этом плане. Я буду радоваться от того, что столько всего уже сделано, и благодарить себя за то, что я смогла сделать многое. Но тогда, в свою очередь, для того, чтобы ты умирала с этим чувством удовлетворённости, тебе необходимо каждый день по итогу дня, перед тем, как засыпать, тебе надо благодарить себя, Бога, окружающих, для того, чтобы... Я очень благодарна тому, что я вообще жива, что я выжила, несмотря на всякие разные трудности. И, естественно, я бы не смогла выжить без Бога. Я никак бы... Он всегда рядом, и я всегда его чувствую. Но как ты будешь думать... А какие у тебя мысли, когда ты думаешь о смерти? То есть, если тебе завтра умирать. Какие у тебя мысли? Ну, я уже высказался на эту тему. Ну? Вот поэтому... Какие? Мне кажется, вот... Я, к сожалению, ни перед сном, ни утром на эту тему не размышляю, и не благодарю. Вот я думаю, вот это на заметку надо взять раньше, чем бросить курить. Поэтому... Чувство удовлетворенности и чувство благодарности ежедневное должно быть. Да, я согласна. И вот, если мне не привить это чувство удовлетворенности и благодарности... А ты же сам только лучше это сделать. Тогда мне тяжело будет умирать. Вот я сейчас с тобой обсудил, и мне очень тяжело будет. Мне каждый пустяк какой-то, вот как я сказал, не помытая посуда там, да, не... Как называется... Это такая ерунда. Грязные полы там, да, мне вот с этим чувством уже будет очень... На самом деле, есть очень хорошая техника, как представить себя... Как представить свою смерть. Ты можешь представить перед собой бабью Гутту, с которой ты встречаешься, и поговорить с ней. Поговорить с этой женщиной о ее мудрости, о ее старости, о том вообще... Ну, и подумать, что такое для тебя смерть. Ну, в контексте, вот в целом мире, можешь ли ты об этом говорить, и что это для тебя такое. Ну, и представить... Я всегда представляю свое 60-летие, по примеру, как я буду его праздновать. Свою смерть я, конечно же, никогда не представляла. Но я предполагаю, и очень бы хотелось, чтобы моя смерть была именно ожидающей, чтобы я ждала и знала, что я сделала. Я сделала то, что хотела сделать. Ну, ожидающие как-то не то. Вот я слышал о том, что есть вариант, что одни люди не хотят умирать, да? Угу. То есть, про... Какие категории людей? А другие, наоборот, хотят. А вот такие, чтобы ожидающие, да? Ну, представь мне там 120 лет. Вот представь. Я уже не могу двигаться. Ты не хочешь или хочешь? Что не хочу? Вот 120 лет. Ты уже хочешь умирить? Я уже хочу, конечно. А, понятно. Я ожидаю смерти. Я именно вот поэтому и предполагаю таким образом. То есть, ты с ней контракт уже подписываешь? Да, да. Я с ней подписываю контракт и говорю о том, ну... Я удовлетворена жизнью? Да. Все. Я каждый день думаю о том, с какой бы мыслью я умирала, если бы моя смерть была завтра. И я думаю о том, что... Я умирала бы счастлива, потому что именно нам тот промежуток времени, вот на сегодняшний день, я стараюсь делать... Я делаю все то, что нужно сделать за день. Но иногда мне очень сильно не хватает, например, близких, особенно если я в командировке или куда-то уехала. то, естественно, я бы, ну, не хотела, чтобы я была далеко от своих близких в период смерти. Я бы хотела, чтобы это был большой праздник и чтобы были рядом мои близкие, мои родные. И чтобы люди не плакали. Ну, могут... Ну, да, могут быть слезы. А чтобы люди радовались, что человек ушел. И ушел с покоем, с благодарностью на лице. Понимаешь? Я видела такую смерть у бабушек, когда у них на лице все лицо наполняется благодарностью и улыбкой. Ну... Я вот по поводу насчет благодарности, то, что вот сейчас подняла тему, да, насчет своей бабушки. так думаю. Потому что, ну, несколько в ином русле. Дело в том, что у меня бабушка была настолько альтруист, такой, что даже те люди, которые ей говно подкладывали, да, ей в жизни делали много-много гадостей, она их прощала, любила, и слово ненависть, злоба у нее вообще отсутствовало. Я смотрел на ее жизнь и не мог понять вообще как. И когда она умирала, работала она от трех работах, до старости. Она умерла почти 80 лет, да? Ну, и я смотрел на ее детей, на детей бабушек.